Годовой отчет благотворительного фонда «Металлург» отнесен к категории «Серебряный стандарт» по итогам 8-го Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций «Точка отсчета». Проводит его форум доноров при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета общественных связей города Москвы в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром благосферы. Мы постарались выяснить, в чем суть конкурса и ценность серебряного стандарта. О том, что годовой отчет благотворительного фонда «Металлург» занял первое место среди отчетов НКО Челябинской области, директор фонда Валентин Владимирцев объявил в конце мая на совещании по подготовке ко Дню защиты детей. Тогда же было сказано, что фонд примет участие во Всероссийском конкурсе. Мы отправили, в общем-то, анкету о своей организации и ссылку. То есть мы должны были показать, что он доступен для всех, кто в медийном пространстве сейчас общается, для всех жителей Российской Федерации. Данная, можно сказать так, награда, данное признание – это гордость нашего коллектива. Надежда Борисовна подчеркивает годовой отчет – итог работы всего коллектива. В нем отражены все программы благотворительного фонда, его участие и победы в конкурсах. Подобные отчеты готовятся специалистами фонда «Металлург» с 2006 года. Во Всероссийском конкурсе фонд участвует впервые. По его итогам, каждому из участников присвоена одна из четырех категорий – базовый уровень, бронзовый, серебряный и золотой стандарты. Заявок на участие в конкурсе было подано ни много ни мало – 244. И серебряный стандарт фонда «Металлург» говорит о главном. Это говорит о том, что наша организация, как некоммерческая организация, достаточно прозрачно, доступна. Вся информация о ней доступна для любого жителя нашей страны. Самое главное – это признание нашего труда. Это его оценка того, что все сотрудники, волонтеры нашего фонда делают для наших жителей, граждан города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Есть серебряный стандарт, есть надежда на золотой. Потому что продолжается реализация всех бессрочных программ благотворительного фонда, в частности, забота и луч надежды, направленные на оказание материальной и медицинской помощи неработающим пенсионерам и инвалидам. Не сбавляет оборотов и комплексная программа «21-й век детям Южного Урала», реализуемая совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда. В работе благотворительного фонда «Металлург», как и главного его партнера, магнитогорского металлургического кандидата, перебоев не наблюдается. И, конечно же, у нас уже огромная работа ведется по подготовке следующих мероприятий. Это День матери, День инвалида и самый замечательный праздник с большим количеством подарков – это Новый год. Андрей Рыжков, Алексей Гондаренко, Олег Карпенко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.